всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня небольшое видео о клематисах но свой обзор хочу начать с вот такой красоты из года в год дарит мне вот такое потрясающее цветение мой самый любимый клематис жакмана когда он цветет весь абсолютно усыпан вот такими синими цветами камера конечно немножечко искажает цвет я например вижу слегка фиолетовый оттенок но я думаю что многим известен этот сорт и уверена что он есть у каждого в саду практически вот не видно листвы весь усыпан цветами и цветет вместе с гортензиями аннабель и вот так вдвоем они еще больше украшают мой сад этот сорт клематиса очень давно растет в этом саду только я за ним ухаживаю больше 30 лет когда мы переехали в этот дом растение было уже достаточно взрослая его для него было всего одна пересадка вот как раз на это место и я как пересадила также как и до этого продолжала а формировать его на опору то есть посередине было вкопано такая высокая труба и вокруг этой трубы я обвивала лиану но и по сей день я так и делаю знаете для меня все мои клематисы которые растут в саду самые неприхотливые по той причине что ну как такового ухода за ними нет мне не надо укрывать их на зиму и делать обрезку я живу на ставрополе у нас достаточно такие ну скажем так не суровые зимы и клематисы прекрасно переносят зимовку а весь уход заключается только в том чтобы вовремя убрать сухую листву я конечно стараюсь это делать осенью обвязываю растения потуже чтобы его не трепало ветром ну вот в основном вот эту лиану этот клематис и листик стряхиваю если лист бывает что осень влажно идут дожди и лист не высох он конечно не поддается таким действием и не опадает тогда я жду весну и как только вот у нас же весна всегда рано но стараюсь это сделать до распускания почек весь лист вот так просто по недостаточно постучать весь листик падает и все ну и где надо там дальше подвязала а дальше в процессе роста побегов ли она еще растет и конечно там есть своего рода еще некоторые подвязки ну вот пожалуй и весь уход у меня за этой лианой но обратите внимание кустик достаточно вот такой большой единственное у меня иногда получается вот новые приросты вот эти побеги опустить и закрыть но не каждый год мне удается это сделать вот в прошлом сезоне у меня вот эта часть перекрылась новыми побегами а в этом сезоне не перекрылась вот с той стороны я опустила лианы и там как бы закрыта но меня это ничуть не смущает тут сейчас вот весь взгляд просто на эту красоту в плане подкормок тоже специальная его ничем не удобряю для роста и цветения он у меня расположен вернее сидит вот на моей клумбе здесь достаточно много цветов вот кстати сейчас начались вот началось цветение лилий розы хвойные растения в общем однолетники многолетники и в общем чем я их удобряю вот то достается клематису и полив тоже вот специального полива для него нет я уверена что у него корни уже далеко распространились по клумбе и может быть дальше туда гортензиям пошли и ему всего достаточно есть у меня там один сорт клематиса я вам прошлом сезоне показывала я ему делала омоложение он захлорозил вот как раз для него у меня и была только подкормка сульфат магний хилл от железа все остальные клематисы пока вот росли хорошо и продолжают расти и радовать своим цветением вот так он смотрится с другой стороны тоже вот а весь усыпан цветочками и как раз вот цветут гортензии и они вот можно сказать дополняют друг друга вот такая красота и в этом сезоне как я говорила ранее обрезку клематисом не делаю но знаю что жакман относится к третьей группе обрезки и цветет на побегах нынешнего года а сейчас я вставлю кусочек видео который снимала ранее когда просто потрясающе цвел мой клематис бал цветов вот так обалденно цветет клематис бал цветов огромный голубой цветок шестью лепестками и вот такой нежной махровой серединкой цветок действительно достаточно крупные на солнышке он чуть-чуть выгорает но первые имеют вот достаточно такой темный оттенок и он как правило маленький потом в процессе роста цветок начинает подрастать и вот некоторые практически перекрывают мою ладонь он зацветает первой половине мая практически в начале мая и цветет весь июнь очень жаль что у нас сильное солнце и первые цветочки уже вот начинают вот так подгорать этот клематис относится ко второй редкой группе обрезки но я свои клематисы не обрезаю я живу на ставрополье у нас достаточно теплая зима и клематисы хорошо зимуют ну этому кусту уже примерно около шести лет ну я его вот так формирую на арку и он мне каждый год дарит вот такое потрясающее цветение еще цветет второй раз в августе в сентябре но там уже конечно цветов не так много но все равно одиночные цветочки очень даже красиво смотрятся ну а сейчас вам покажу цветение клематиса под названием иоанн павел второй ну честно говоря в этом году он цветет достаточно неохотно но что меня радует он нарастил просто огромную вегетативную массу этот клематис относится также ко второй третьей группе обрезки и цветет на побегах как прошлого так и нового года поэтому я думаю что в этом сезоне я буду в течение всего лета видеть эти прекрасные цветы но также в обзорах сада я думаю что мы вместе с вами будем любоваться в общем я сейчас вот так подняла полностью всю плеть потому что она аж до земли наросла сейчас я поближе подойду и покажу вам сам цветочек вот такой цветок имеет этот клематис он тоже в начале начинает свой рост с мелкого цветочка ну а потом в процессе становится более крупным вот такой он в полу распуске даже слегка розовинка у него есть в тенечке но на солнышке приобретает вот такой цвет в общем вот эту всю плеть я подняла у наш до земли вот сюда спустился так что привязала на эту сторону и тот клематис который у меня роз здесь я хотела чтобы второй пошел навстречу этому ну его я теперь отвела в сторону и для него буду делать другую арку а здесь на арочке вот расположился только этот клематис еще на бутонах и вот сюда я пустила тоже веточку плеть вернее клематиса здесь только-только распускаются это вот все цветение на молодых побегов то есть вот от нового прироста ну а здесь посередине у меня каприфоль до сих пор радует своим цветением и ароматом в общем вот так это выглядит но я думаю что скоро и это плеть немножко отрастет и также не перекроет соседский забор ну а бал цветов опять начал свое единичное цветение ну я думаю да вы уже поняли что я снимаю через время бал цветов отцвел и вот наступило цветение вот того клематиса но что хочу сказать в прошлом сезоне они у меня цвели одновременно как началось цветение вот в начале мая бал цветов и иоанн павел второй и также немножко они цвели еще осенью ну для меня это действительно самые неприхотливые клематисы поэтому я думаю что возможно я еще также вдоль забора где-то сделаю пару арочек ну вот так подрастает мой неопознанный клематис ну должен быть красный посмотрим но что-то мне подсказывает что бал цветов тоже заполняет здесь всю арочку и скорее всего для этого клематиса я буду делать также новую арку ну вот так дорогие друзья вот такое видео у меня получилось из многих эпизодов я составила вот такой маленький фильм о своих клематисах ну а дальше конечно в обзорах на будем смотреть как будут продолжать расти и развиваться если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь а я на этом прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока пока